Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Ирина Кузина. В студии начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Павел Анатольевич Власов. А тема программы – профилактика детского травматизма. Павел Анатольевич, я очень рада вас приветствовать в программе «Прямой эфир». Здравствуйте. Здравствуйте. 29 июля в деревне Напрудье Калязинского района произошло ДТП. В результате погибли трое молодых людей, подростки. Что произошло, напомните нашим телезрителям. Да, конечно, страшное ДТП произошло. Уже многое обсуждалось и в СМИ, и в сети интернет. Но, тем не менее, как сказать, с первых рук, чтобы услышали люди информацию. Темное время суток, практически пол первого ночи, водитель автомобиля движется, легкового автомобиля движется, пытается обогнать другой автомобиль легковой. И при выполнении маневра обгона, выезжает, ну, как предписывают правила, на полосу предназначенной для встречного движения, в это время по встречной полосе движется мотоцикл с тремя молодыми людьми. Соответственно, происходит столкновение. Части мотоцикла отлетают еще в один попутный автомобиль. В результате этого ДТП, значит, три подростка гибнут. Ну, страшное ДТП, конечно. Конечно, много можно говорить и про вину водителя. Но сейчас мы это не можем обсуждать, потому что все же какая-то тяжкая статья. То есть, там уголовное дело возбуждено. Поэтому, наверное, мы от комментариев от этих воздержимся. Но, тем не менее, все же. Насколько мне известно, сразу наутро было принято решение. Губернатор Игорь Руденя озвучил, что нужно в Калязинские районы отправить рабочую группу в составе представителей и регионального министерства здравоохранения, социальной защиты, главного управления региональной безопасности, образования, в том числе и представителей вашего ведомства, для того, чтобы на месте разобраться и принять необходимые меры. Средник госавтоинспекции, областной, соответственно, исполняющий обязанности начальника, он выехал практически сразу же. То есть, он уже был через два часа на месте. То есть, там все на месте. Он из первых рук все это видел. И все из первых уст мы слышали, что произошло. Соответственно, и остальные представители различных ведомств выезжали в этот район. Почему это требуется? Потому что вот эта профилактика безопасности дорожного движения, это задача для всех, она комплексная. То есть, она касается всех субъектов этой деятельности. И министерства образования, и так далее. И в том числе и родителей. Это немаловажная роль родителей играет в этой работе. И мы же постоянно с этим имеем дело, мониторим ситуацию. И понимаем, что сейчас основной, как сказать, груз ответственности за данное мероприятие, за безопасность дорожного движения и обеспечение безопасности детей, в частности, ложится на родителей. Потому что ничего, как лишний пример, личный пример родителей, не может детей заставить поступать правильно. Что бы мы ни говорили, мы педагоги. Все равно ребенок поступает так, как поступают его родители. Лариса Масалыгина, уполномоченная по правам ребенка в Тверской области, заявила, что дети должны находиться уже дома после 22 часов. Вот как вы, как представители управления ГИБДД, прокомментируете ее заявление? И часто ли такие ситуации складываются, когда в ДТП участвуют дети по вине родителей, когда за ними не досмотрели? Ну, смотрите, то, что касаемо нахождения детей в позднее время на улице, это уже давно прописано. То есть, это просто, ну, как-то к этому никто не придает значения. И, к сожалению, опять же, вот вернусь к родителям, да, наши родители в большинстве, я в своем не буду говорить про всех, да, воспринимают эту ситуацию, ну, это может коснуться всех, только не меня. То есть, пока вот каждый из родителей через себя это не пропустит, так сказать, на эмоциональном уровне, да, то есть, ну, сложно добиться положительного эффекта. Потому что, как правило, ну, как это не страшно звучит, родители начинают воспринимать степень опасности только после того, как что-то случается либо с их близкими, да, там, с знакомыми, либо, не дай бог, с их же детьми, да, но уже это поздно. То есть, опять же, вернемся, если к покупке мототехники, да, мы понимаем, что мотоцикл – это такое средство, оно очень опасное средство передвижения, да, даже не говоря о детях, в целом это опасное средство передвижения. А уже если мы говорим о детях, тем более, потому что ребенок, он вряд ли может уровень опасности адекватно оценивать. Да, и когда там родители покупают мотоцикл ребенку, и, надеясь на то, что он будет кататься около дома, мы же понимаем, что такого не будет. То есть, мальчик 14-15 лет, да, то есть, он поедет туда, куда ему нужно. То есть, родители должны, когда покупают такую технику, отдавать себе отчет именно в этом. Это что касается родителей, ну, и что касается в целом этой деятельности, то есть, этому должны заниматься и педагоги, и госавтоинспекция. Насколько мне известно, статистика, она возросла именно в июле с участием детей в дорожно-транспортных происшествиях. Значит, вы с чем связываете эти данные? И как сейчас выстраивается ваша работа профилактическая в связи с все равно эпидемиологической непростой обстановкой в Тверской области? Ее основные исполнители – это педагоги и родители. Получается, у нас из-за определенного состояния в стране, да, введения ограничительных мер, педагогам было сложно очень работать, то есть, онлайн-обучение и так далее. А именно профилактика безопасности дорожного движения – это такой характерный вид деятельности, который наиболее воспринимается при очном общении с детьми. Поэтому, если говорить о деятельности госавтоинспекции, то у нас годами налажена работа, визиты в школы, в детские сады, в другие большие аудитории детей, где сотрудник госавтоинспекции приходит и, соответственно, возраст, где-то в игровой манере, где-то, может быть, какие-то страшные случаи рассказывают, и вот эта профилактика ведется. Что мы сейчас получаем? То есть, эта работа у нас не прекращалась, но она просто происходит в нескольком усеченном режиме. И где получилось организовать такие вот онлайн-обучения, оно проходило. Но все же, еще раз повторюсь, что это наиболее эффективно, когда все это проходит очно. Поэтому у нас, если посчитать с начала 2020 года, не будем вспоминать страшные цифры погибших, но пострадало 103 ребенка. Причем из них 34, это практически третья часть, они пострадали в июле. То есть, получается, мы сейчас пожинаем плоды вот этой нашей усеченной профилактической работы. Ведь профилактическая работа по профилактике детского дорожного трансформатора травматизма, она имеет накопительный эффект, она должна вестись постоянно, и мы эффект от нее получим, если мы будем ее не прекращать, может быть, через 3-5 лет. Собственно, в связи с этим, это понимают и на федеральном, и на региональном уровне, вот сейчас у нас, все понимают, запущена компания, инициирована губернатором. Она по многим направлениям, комплексная компания, там она коснется и средств массовой информации, и печатной продукции. И высказано, вот было рабочее совещание, университет и образование с участием ряда ведомств. Были высказаны предложения размещения роликов в общественном транспорте, размещение социальной рекламы по безопасности дорожного движения в родительских чатах. То есть наша цель – достучаться до максимального большего количества родителей и детей. Значит, эта компания будет до 1 сентября. Да, совершенно верно. Губернатор сказал о том, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей. Если, например, есть определенные сложности, дети у нас сейчас отдыхают в основном либо в сельской местности, либо у себя дома. И я так понимаю, что большая ответственность на плечах самих родителей. Как вы будете этому способствовать, если вот есть определенные трудности? Как выходить из положения? Максимальная ответственность лежит на плечах родителей. То есть, ну, это надо здесь прорабатывать какие-то инновационные методы. То есть, все это оговаривалось на этом даже рабочем совещании. Много предложений поступало вплоть до открытия специальной рубрики в местных газетах муниципальных, именно предназначенной для освещения проблем безопасности дорожного движения. Также распространение листовок никто не отменял. То есть, это тоже, например, бабушка, у которой живет ребенок в деревне, она, наверное, вряд ли наты с интернетом. То есть, наверное, печатная продукция на нее повлияет больше. Если она увидит какую-то инфографику с соответствующим призывом, может быть, у нее что-то шелохнется. Но ведь сейчас еще работает и федеральный проект безопасности дорожного движения. Как он вписывается в общую концепцию тогда? Ну, в целом, этот проект, он вообще был призван, конечно, для повышения уровня безопасности, да, и сокращения числа погибших. Там много мер, начиная от оснащения подразделений госавтоинспекции, заканчивая пропагандистскими акциями. Но вот в этом году, вот впервые, это за все годы, в принципе, в целом, выделены федеральные деньги на обеспечение мер пропагандистского характера. То есть, у нас конкретно для каждого региона была выделена сумма адресная. То есть, например, для Тверской области у нас эта сумма почти что 2 миллиона, и она предназначена на выпуск радиопрограммы по правилам дорожного движения. Специализированная программа. Не то, что там кого-то будут приглашать, а это будет основная идея этой программы. Также создание размещения видеороликов, социальной рекламы по безопасности дорожного движения и создание роликов, аудиороликов на размещение радиостанций. То есть, на федеральном уровне понимают, что это одно из основных направлений обеспечения безопасности дорожного движения. Более того, мировой опыт тоже это подсказывает. Все страны, которые, как мы будем говорить, с более высоким уровнем безопасности дорожного движения, чем Российская Федерация на настоящий момент, у них это было достигнуто двумя способами. Первое, это у них было повышение безопасности автодорог, это имеется в виду инженерные мероприятия, разделение встречных транспортных потоков, но на этом не будем останавливаться. И второе направление, это была пропаганда. То есть люди во всем мире понимают, что это важный момент воздействия на умы людей, вот именно в этом направлении. А теперь давайте с вами вот на какую тему поговорим. Накануне начала учебного года всегда тоже проводите ряд профилактических мероприятий, в том числе и речь идет о доступности к школам, то есть чтобы ребенку легко было дойти и меньше было дорожно-транспортных происшествий. Вот здесь какую работу ведете? Ну, это уже давно, это ноу-хау освоено, и оно работает. Это так называемый проект, будем его называть так, это маршрут «Дом-школа-дом». То есть ребенок изначально, либо с родителями, либо с педагогом проходит весь этот маршрут. Как-то графически, ну это в каждой школе решено по-разному. Кто-то как-то графически решает, его там нарисует маршрут, там какие-то знаки, опасные места, чтобы ребенок понимал, что где ему надо особое внимание уделить. Это точно делают? Это абсолютно точно делают, да. Более того, ну, как бы уровень-то может быть везде разный, то есть у кого какие материальные возможности в школах, но тем не менее это постоянно ведется. Эта работа, она уже много лет, ну не много лет, но не первый год. И она дает свои плоды, потому что, ну, все педагоги, наверное, меня поймут, что ребенок надо много раз объяснить, чтобы он понял, что делать. Собственно, поэтому и работа не должна прекращаться, вот что я говорил, выше несколько. А как вы охарактеризуете ситуацию вообще в областной столице? Есть какие-то наиболее острые участки, с вашей точки зрения? Ну, понимаете, здесь нельзя говорить об участках. Здесь, наверное, надо говорить о сезонности и о времени года. То есть, например, мы понимаем, что летом надо больше внимания уделять детям, которые находятся уже вне школы, да, и они, ну, вот этот вариант маршрут школы-дом к ним не подходит, надо вести какую-то другую работу, потому что они становятся водителем велосипедов и всяких новых этих средств, там, скутеров, движущихся платформ и так далее. Если говорить о детях-пешеходах, да, то это наибольшая проблематика возникает, как раз наоборот, когда начинается учебный год, и, как мы понимаем, у нас такой климат не сильно благоприятный, то есть рано темнеет, слякотная погода, и, как правило, в такое время, в мокрую погоду, в темное время суток пешеходы больше всего страдают. Вот, и они плохо видны на проезжей части, поэтому здесь надо какое-то направление вектор давать, чтобы использовали свето-возвращающие элементы, уделяли больше правилам перехода проезжей части. То есть, она такая должна быть точечная работа проводиться, то есть, когда, какие опасности возникают, примерно понятно, но вот то, что произошло, вот эта трагедия, то есть, ну, вот это спрогнозировать нельзя, потому что все же, где касается детей-водителей, еще раз повторюсь, ответственность лежит на родителях. Ну что ж, большое спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на все вопросы, до скорой встречи. Спасибо вам. Всего доброго и до новых встреч.